Все сейчас подвигали тельцем своих телеприемников, и я думаю, что прекрасно провели время, во-первых, подняли себе настроение, зарядились необходимой энергией. Тем более песня такая новогодняя, можно сказать. Новогодняя? Ну, такая предновогодняя, там поется про что-то сладенькое, я думаю, что все сейчас... Про что-то сладенькое, значит, Новый год действительно придет. У нас здесь в студии, мы рады представить дуэт певца и певицу Эрма и Тангас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, рады вас здесь. Да, видеть в нашей студии. Прекрасная песня, нам очень понравилось ваше исполнение. Начну с комплимента, девушка-девушке. Ну и хочется спросить, как образовался ваш дуэт? Как вы друг друга нашли? Да, искали ли? Мы не искали друг друга. Тамла сольно выступает, вот там у нас Чингиз Альбертим, у нас команда на протяжении больше года. Тамла уже работает, а я тут недавно. Новенький. Новенький, да. Можно сказать, подключился недавно. Но за это короткое время мы записали три песни, два клипа. И вот сейчас работаем, вот очередная песня, у нас дуэт. Мы в начале, до тима нашей команды, мы записывали саундтрек фильма «Мураз». Песня называется «Неге». И вот очередной дуэт записали. Теперь уже в команде. Уже в команде записали. И вот готовим клип. Это здорово. Ну, мы заинтригуем наших зрителей. Дело в том, что после нашей беседы вы споете ту самую песню. Обязательно. И мы вместе с нашими зрителями ее с большой радостью послушаем. Давайте расскажем, наверное, предысторию. То есть, самой песни, как она появилась и как вы ее записывали. Может быть, есть интересная история с этим связанная? Особой истории нет. Мы вот когда наш музыкальный, если правильно сказать, музыкальный продюсер Чингиз Альверт, Алиев Чингиз, известный композитор всех саундтреков королевской эстрады, мы когда обсуждаем, каждый месяц стараемся новые песни, чередовать клипы, и спонтанно мы как бы не задумывались об этом. Мы хотели сольные песни, но так получилось, что песня подошла и напросилась. Подходит и там ей, и мне, и на кыргызском, русском языках записали. Получается, первый куплет на русском, я исполняю, а второй куплет на русском. Love you — позитивная песня. Просто хотели подарить больше позитива. И вообще, мне кажется, коллаборация артистов — это всегда слияние и аудитории, потому что у вас тоже есть своя аудитория, у вас тоже. И это такой как бы обмен, можно сказать. Взаимовыгодный обмен. Да, это выгодно, мне кажется. Да, вот там не больше подписчиков, это меня сразу согласится. Вы больше известны как сольная исполнительница, и редко вас можно встретить в коллаборациях с кем-то. Вы поработали. Какие впечатления? Расскажите о впечатлениях, во-первых. Во-вторых, как вам легче, как вам лучше? Ну, над сольными песнями мы, конечно, отдельно работаем. А тут уже такой интересный процесс, когда в дуэте с кем-то, когда учитываются данные другого человека и мои, и когда наши голоса, наши идеи, все в единое, вот это все сливается. Это вот в процессе это очень интересно. Такой творческий процесс полностью развивает тоже, да, друг друга. Делимся опытом в процессе тоже, знакомством. Вообще, это классно. То есть периодически можно и нужно разбавлять сольную карьеру всевозможными коллаборациями. Потому что, работая над сольными песнями, мы как-то в одной, по одному течению, что ли. А когда уже кто-то еще там разбавляет, это по-другому все становится. Мне вот интересно, с музыкальной точки зрения, как выбирается тональность, допустим, произведения, если два исполнителя абсолютно в разных тональностях поют, как потом их соединить в одно, чтобы это было красиво и каждому было удобно петь? У вас возникали проблемы с этим? Проблем не возникало, но мы с этим хорошо справляемся. Основной момент, мы над этим работаем, потому что каждый исполнитель показывает свой диапазон в определенных регистрах. У кого-то в среднем регистре хорошо. Вот, допустим, у меня в среднем регистре хорошо получается. Мы над этим с композиторами, с аранжировками сидим, работаем. Это и процесс. То есть это совместный такой процесс, да? Они просто вам написали песню, дали ноты, и вот надо так спеть. Нет. Нет, нет, нет. В этом плане у нас и вот музыкальный продюсер Чингис очень гибкий. И он, что у нас в команде, это самая фишка, он чувствует исполнителя каждого, что надо, какие песни, какое время. И мы как бы в этом плане нам повезло. Готовый продукт нам предоставляет Чингис. Наше дело только исполнять и работать. Ну, а в выборе тональности мы вот в основном в этот раз на Ирмекдейке положились, потому что он хорошо пел в одной тональности, и я вот подстроилась как-то под тональность. Да, да, да. Получается. Мы поднимали, скидывали, нашли мою тональность, и под меня было такое. Хорошо. Спасибо вам большое, во-первых, за то, что пришли. За то, что подарили нам мучезарное настроение. Ну, давайте, переговорим. И последний вопрос, позволь, я задам. Есть ли, может быть, в планах коллаборации и сотрудничества с другими артистами? У каждого из вас. Это обязательно. Ну, Танла уже, я же говорю, вот под саундтреком, у него два саундтрека, в поисках мамы вторая часть, с рэпером Баястаном, известным исполнителем. И в этом году у них очередной дуэт, ой-бой, тоже саундтрек. А у меня только начало, обязательно в порядке, будем работать, будем... Будем ждать. Да, мы будем слушать, ждать и радоваться вашему творчеству. Мы просим вас пройти на нашу сцену, а мы вас с большой радостью представим. Итак, прежде чем представить наших исполнителей, хочется сказать спасибо за то, что вы все это время были с нами. Мы надеемся, что вы подняли себе настроение благодаря шоу Утралайф. Узнали что-то новое, узнали, как готовить чизкейки, увидели, из чего делаются пряники, поговорили о спорте. Если вдруг какие-то моменты вы пропустили, то можете пересмотреть их. У нас есть YouTube-канал, Facebook и Instagram. Утралайф на телеканале НТС были с вами все эти три часа прямого эфира. Ростислав Мохотин, Карина Гайберкорн, друзья, всем желаем приятного дня в компании с телеканалом НТС.